Пенсии решили повысить. Не торпитесь радоваться, господа пенсионеры. Во-первых, это произойдет с 1 октября 2022 года. Во-вторых, коснется эта благая весть людей от 70 до 75 лет. Предполагаемая надбавка составит 300 гривен. И разница будет в выплатах в зависимости от рабочего стажа. Конкретизирую. У пенсионеров старше 70 лет общий размер пенсии с 1 октября 2022 года составит не менее 3000 гривен для женщин, у которых не меньше 30 лет стажа, и мужчин, у которых не менее 35 лет. Но есть нюансы. При недостатке стажа оплата устанавливается пропорционально ему. Женщинам старше, со стажем 29 лет будет получать не менее чем 2900 гривен, со стажем 28 лет не меньше 2800, ну и так далее. Еще один нюанс. Общий размер выплат пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со стажем работы 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин с 1 октября 2022 года будет не ниже 2500 гривен. Я, понятно, рад за наших пенсионеров, но живем-то мы не на острове, а в стране, переживающей экономический кризис. Посему обращаю внимание на текущее положение дел. За 8 месяцев 2021 года инфляция в Украине составила 7,5%. Это по сообщению ГАСТАТа. А реально можно смело умножить на 2. И по итогам того же сентября рост цен в годовом измерении ускорился до 11% с 10,2%. Ну и с начала этого 2021 года газ подорожал на 68%, электроэнергия на 36%, которые входят в себестоимость практически любого товара в розничной торговле. Еще одна деталь. Доходы украинцев продолжают быстро снижаться. С начала 2021 года количество долгов в едином реестре должников выросло на 60%. Если у них было 4,2 миллиона, то по состоянию на октябрь уже 6,8 миллиона. Жаро, так сказать, подает энергетический кризис. Читаю на разных сайтах одну и ту же по содержанию информацию. Опросы, проведенные среди руководителей и собственников предприятий, показывают, что более 40 украинских заводов находятся на грани остановки из-за высоких цен на энергоносители. Теперь вопрос к авторам постановления Кабинета Министра Украины номер 963 о дополнительной социальной защите отдельной категории лист в 2022 году и в дальнейшем. Откуда собираетесь брать деньги на оглашенные выплаты пенсионеров? Из чего вы решили, что такое повышение сможет удержать на плаву стариков при нынешней экономической ситуации? В зиму 2022 года оплатить тепло в квартире, как по мне, будет означать остаться без пенсии.